Город в общем-то пуст, люди боятся эпидемии, и можно назвать сегодняшний Петропавловск город-умора. Привет! Это Камчатка с Александром Петровым, и я продолжаю работу над антологией стихи о Камчатке. В нее войдут в основном стихотворения, опубликованные в периодической печати Камчатской области, начиная с 17-го года века минувшего. Ну, конечно, придется немного расширять рамки, потому как ряд пиетических сочинений о Камчатке никогда не публиковались в газетах. Сегодня я буду продолжать работу над камчатской правдой военных лет. Как я это делаю? Давайте посмотрим. Вчера я закончил работу над апрельскими газетами 44-го года, и сегодня начинаю смотреть майские газеты предпоследнего года Великой Отечественной войны. Вот первое мая. Начинаю просматривать, какие стихи были опубликованы в периодике нашего полуострова. Так, это что такое? Прекрасно. Стихотворение Василия Акшинского. Уточню, какой именно номер газеты это. Первомайский номер. Номер 87. Что за стихотворение я обнаружил на Камчатке? Кстати, наверное, я его прочитаю. У моря узкой полосой туманы, взлетают чайки, падают, парят, а вдалеке могучие вулканы, как сахарные головы, стоят. На берег выйди, тундры, перелески, у валы, горы, домик лесника, ключей и речек пенистые всплески в кудрявых зарослях ольхи и тельника. На привязях собачий табор жалкой и юкальника остов у реки. Медвежья шкура сохнет на распялке, согнувшись тянут небо дрыбаки. Вот этих мест обычные картины, куда ни посмотри одно и то же, и, кажется, волненью нет причины. Но глаз не оторвешь и сердце не уймешь. Есть что-то большее богатств несметных, пушных зверей, кишащих в водах рыб. Такое, что и взгляду неприметно, с чем никогда расстаться не могли. И как-то неожиданно и сильно войдет в сознание, в существо твое простое и великое. Россия, заветная окраина ее. Сюда веками русские стремились. Шел на восток Ермак, Дежнев с ватагой плыл. Ценой огромных жертв отцы добились, чтобы тот край навеки нашим был. Когда-нибудь здесь памятник поставят Атласову. Казак, Буян и Мот он шел тайгой, не ради личной славы. Все дальше день за днем, за годом год. И первыми глаза его видали соболь и мех с налетом серебра. Нельзя забыть. Вот к этим дальним далям прикован был орлиный глаз Петра. Отсюда Беринга в штормищах адских в просторы океана путь открыт. На острове у берегов Камчатских отважный мореплаватель зарыт. Здесь в Петропавловске гремели пушки. Побит противник нас в сто крат сильней. Певец России, незабвенный Пушкин, Камчатку знал. Хотел писать о ней. Вот почему холодной ветер резкой мне треплет волос много лет подряд. Увалы эти, тундры, перелески, большую повесть сердцу говорят. За них сражаться будем в жарких схватках. За каждый мыс, за камешек любой. На западе из-за тебя, Камчатка, идет сейчас кровавый смертный бой. Мы трудимся, усталости не зная. У юрт кочевников начал завод дымить. В любом конце страна моя родная должна всегда несокрушимой быть. Василий Акшинский на Камчатке. Камчатская правда, 1 мая 1944 года. И это стихотворение обязательно войдет в антологию стихи о Камчатке. Каким же образом я это сделаю? Сначала нужно открыть это стихотворение в программе Adobe Photoshop. Оно у нас на третьей странице. Поэтому беру файл. Файл в формате PDF и открываю его в Photoshop, выбрав третью страницу. После этого обрезаю текст. Подготавливаю для распознавания, программу распознавания. Это делается вот таким вот образом. Нужно максимально увеличить. Контраст и яркость. Я думаю, этот файл годится для распознавания. Сохраню его в специальную папочку, которая так и называется распознавание. И теперь запущу программу FineReader, которая распознает тексты. В папочке распознавания уже лежит текст, приготовленный для такового. Я отправляю его в программу FineReader. Распознавание. Распознавание получилось не совсем корректным. Поэтому просто-напросто я изменю блоки распознавания. Опять даю команду распознать. Экспортирую текстовый файл в формате RTF в ту же самую папочку распознавания. Перехожу в папку и открываю распознанный текст. Полностью убираю все стили. Разбиваю его по размеру окна для того, чтобы выправить по сравнению с оригиналом. И начинаю править. Автор у нас Василий Акшинский. Вот так вот не переключился. Вот так вот я готовлю. Тексты для антологии «Стихи о Камчатке». Закончу работу с текстами несколько позже. А пока на дворе прекрасная погода. Пожалуй, пора продолжить неделю ежедневных влогов и опять побывать в столице Камчатского края, в городе воинской славы Петропавловске. Тем более, сегодня я уже смогу снять какие-то кадры с помощью так называемой цей-трафферной съемки, или сейчас, как модно говорить, таймлапса. Потому что вчера в районе Сапун-горы вот такую вот штучку я выронил из кармана. А сегодня достал из шкафчика запасную. А таймлапсы я предпочитаю снимать мобильным телефоном. Ну что, наверное, пора двигаться в город. Раз уже сегодня мой влог начался со стихов, то стихами я его и продолжу. Стихами нашего всего Солнца русской поэзии Александра Сергеевича Пушкина. Тем более, вы все равно Пушкина, если и читали, то только в школе и не запомнили ничего, а кроме строчки мой дядя самых честных правил. Ну а я прочитаю вам «Гимн в честь чумы». Когда могущая зима, как бодрый вождь, ведет сама на нас косматые дружины своих морозов и снегов, навстречу ей трещат камины и весел зимний жарперов. Царица грозная чума теперь идет на нас сама и льстится жатвою богатой, и к нам в окошко день и ночь стучит могильной лопатой. Что делать нам? И чем помочь? Как от проказницы зимы запремся, так же от чумы зажжем огни. Нальем бокалы, утопим весело умы, заварив пиры да балы, восславим царствие чумы. Есть упоение в бою и бездны мрачной на краю, и в разъяренном океане средь грозных волны бурной тьмы, и в аравийском урагане, и в дуновении чумы. Все, все, что гибелью грозит для сердца смертного, таит неизъяснимы наслажденье. Бессмертье может быть залог, И счастлив тот, кто средь волнений их обретать и видать мог. Итак, хвала тебе, чума, нам не страшна могила тьма, Нас не смутит твое признание. Бокалы пенем дружно, мы и девы розы пьем дыхание, где, быть может, полная чумы. Это был Александр Сергеевич Пушкин. Пир во время чумы. Коронавирус в ваших головах. Поэтому смотрите на непривычно безлюдный Петропавловск. Смотрите и надейтесь на лучшее. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok С 8-го километра до 6-го километра Вы сами видели, что город в общем-то пуст Люди боятся эпидемии И можно назвать сегодняшний Петропавловск Город у мора Теперь, как вы уже привыкли, ставьте лайки Если вам нравится сама идея Ежедневных недельных влогов Если не нравится, можете поставить дизлайк А можете подписаться Пишите комментарии под роликом Ежели вы на моем канале впервые То для того, чтобы не пропускать новые видео Вам нужно выполнить рекомендации Которые сейчас появятся на подсказке В правом нижнем углу кадра Сделали то, что вам было рекомендовано Кнопочка подписаться из красной Стала светло-серой Молодцы Значит, вы не будете пропускать Мои новые ролики А теперь пора Все-таки уезжать Из города В мою деревню В мой дом Субтитры сделал DimaTorzok